Мы все пережили, ну попробую так сказать, лихие очень выходные в России в большей степени, ну хотя и в Беларуси тоже. Результат промежуточный, как мне кажется, пока результат этой истории, мы, конечно, уже знаем, но все думают и задаются вопросом, а что же такого сказал Лукашенко Пригожину, что вот удалось так разрулить ситуацию? Вообще ситуация, да, она продолжает развиваться и как бы она состоит из нескольких частей, то есть это вот конкретно данный мятеж, он такой вообще классический, почти как по учебнику, и с другой стороны, глобальный процесс связан, почему это могло случиться в российской политической системе, в принципе, и устранены, или те причины, которые его вызвали, я думаю, это такая большая работа над ошибками. Что касается разговора Александра Лукашенко и Пригожина, здесь же сработало несколько факторов. Первое, на Пригожина пытались уходить разные российские чиновники, он ни с кем особо не разговаривал, а если разговаривал, то, мягко говоря, было в неприемлемой для них форме. Мы помним его разговор в командном пункте в Ростове с генералом Евкуровым и замминистра обороны генералом Алексеевым, ну, вы видели, в каком стиле этот был разговор. Когда президент Лукашенко и президент Путин утром обсуждали возможность переговоров между Александром Григорьевичем и Пригожиным, насколько я понимаю, насколько известно, вот и пресс-служба делилась президента, то Владимир Путин, он несколько скептически подходил к этому. Ну, а тем не менее, разговор состоялся, Пригожин сразу снял трубку и, как опять-таки отмечалось, сначала это вот был все тот же стиль, такой жесткий, да, как бы, ну, не по отношению к нашему президенту, а по отношению к оценке ситуации. Непримиримость, мы помним, была первая реакция Пригожина на выступление Владимира Путина. Он сказал, что, а, ну, мне все равно, кто бы там ничего не заявлял, и в такой размудленной манере он сказал, и мы все равно продолжаем на Москву. И, да, президенту нашему, ну, что там было сказано, мы до конца не знаем, и, возможно, со временем будут открыты эти подробности. Как я понимаю, такой разговор, возможно, был и не один, потому что ведь не случайно это все начало происходить около 10 утра, а итоговая беседа телефонная между Путиным и Лукашенко состоялась, по-моему, ближе к 9 вечера. То есть вот почти 12 часов это все продолжалось, потому что ведь наш президент, знаете, человек жесткий достаточно, и это не тот, кто там уговаривает, не тот, кто, значит, смягчает ситуацию. Они знакомы достаточно давно, больше 20 лет. Это не то, что какие-то, знаете, такие домыслы, еще что-то. Вот если вы вспомните, когда были, по-моему, соревнования по рубке дров, или нет, субботник был, там в разговоре с нашим коллегом Григорием Азаренком Александра Лукашенко Пригожина звал Жеей. То есть это говорит о характере отношений, о том, что они знакомы. Вот, и я думаю, они говорят на понятном языке, и наш президент им достаточно таким жестким языком тоже владеет, поэтому было сказано конкретно. Вот есть условия, есть предложение, план на столе. Давай так, устраивать, звони, говори. То есть там думай, не думай. Вот, и этот план был принят в итоге. Но, я думаю, был принят еще и почему. Пригожин увидел, что его мятеж, в общем-то, оказывается в изоляции. Потому что Путин своим выступлением утренним в 10 часов, он выиграл политическую ситуацию. Весь правящий класс, весь политический класс, это и все партии в России, это и губернаторы полностью поддержали президента. Армия, она осталась верна своему верховному командующему и устами наиболее авторитетных своих командиров, того же генерала Суровикина. Это было подтверждено. Было видно, что не хотят кровопролития, поэтому колонна так достаточно свободно идет по магистрали. Дон, знаете, вообще у меня было такое интересное ощущение. Мы ведь, когда ездим на Донбасс, мы как раз этой дорогой едем. Это же как раз туда и дорога, да. Ты просто вспоминаешь свой маршрут в обратном направлении, когда ты идешь. Я думаю, что Пригожин видел, что происходит, что удары не наносятся только потому, чтобы ситуацию урегулировать, чтобы не допустить кровопролития, потому что к его бойцам, как бы то ни было, уважение достаточно большое, ну просто достаточно, просто большое. Это действительно герои, которые покрыли себя славой на Донбассе. Никто не хотел этого кровопролития. Хотя уже было известно, что строятся две линии обороны, где их должны были принять. Не просто там какие-то заслоны, дорогу перекапывали, но чтобы выиграть время. Было понятно, что эти заслоны не удержат колонну из тысячи единиц техники, в том числе бронетехники, долго. Поэтому строился заслон на реке Оке. Потом по МКАДу были подняты военные училища, Росгвардия, весь наличный состав, все, что имелось. Хотя, опять-таки, с военными говорил, они тоже анализируют и говорят, что видели какие-то моменты уязвимости по обороне и областей, и столицы, потому что, ну не секрет, что многие бригады, которые должны были, подразделения, которые должны были этим заниматься, они сейчас находятся на фронте. Но вот, тем не менее, Пригожин это все видел, и вот эта общая ситуация, решимость Владимира Путина, она способствовала тому, что он пошел на тот план, который предложил Александр Волгышев. Такой, да, своего рода шок-тест получился для системы, в том числе и внутренней, российской. Если мы понимаем, что ситуация будет как-то развиваться, потому как, ну, даже те официальные формулировки, которые прозвучали, ну, например, Пригожин уйдет в Белоруссию, а что, как он уйдет, каким составом, один Пригожин, или с ним кто-то еще. То есть это все еще будет получать свое развитие, и в том числе и официальные, какие-то сообщения будут. Но если вот проводить промежуточный итог этой истории, вот что бы вы отметили? Ну, я бы тезисно отмечал, потому что даже еще и вот слово итог не очень подходит, некие промежуточные выводы, да? Да, да, вот так скорее точнее. Ну, нужно сказать, что, ну, оказалась уязвима российская политическая система, потому что, почему возможен такой феномен был? Поскольку возникла лакуна политическая, правовая, то есть частная военная компания, закона о частных военных компаниях нет, то есть вне правового поля, так же, как и вербовка тех же заключенных, это все оказывалось, мягко говоря, очень, так сказать, с юридической точки зрения неправильно. Хотя правильно, наверное, по целесообразности был придуман план, идут боевые действия, оказалось, что вот это то, что нужно. Сначала это было то, что нужно в Африке, потом на Донбассе, и был эффект. Смысл бахмутской, так называемой, мясорубки или бахмутской операции, это было не только освобождение, может быть, не столько освобождение Артемовска, сколько изматывание противника в выбранном российским командованием участке. Это было важно, чтобы было там, где россиянам это выгодно, без участия крупных воинских подразделений. То есть логистические, оружие, боеприпасы, огневая подготовка, это да, но непосредственно подразделения это были не мобилизованы, это была не кадровая армия, это была ЧВК. А в это время кадровая армия накапливала силы, шла вербовка контрактников, обучение мобилизованное, потому что уже в сентябре-октябре стало понятно, что 3-4 месяцев для подготовки мобилизованных недостаточно. Кстати говоря, это демонстрирует и украинский опыт. Вот сейчас те, кого они бросают на фронт после 3-х месяцев подготовки, ну, мягко говоря, не готовы. Так же, как и скороспелые офицерские кадры. В чем и причина неудачи контр-насту посреди прочего. Так вот, была навязана эта борьба противнику с тем, чтобы за это выигранное время, за полгода, накопить силы. Ну, и вот смотрите того же вице-премьера Дениса Мантурова. Батальонный комплект, то есть 31 танк примерно, вводится в строй в неделю. Сейчас Шойгу заявляют, более 1300 контрактников в день поступает, ну и так далее. То есть, на самом деле, проводится большая работа. Это не пустые заявления. Любой, кто более-менее знает ситуацию по военно-промышленному комплексу России, это подтвердит. Так и есть. Да и наши предприятия, загруженные под полную катушку под эти заказы, идут поставки и за границей, и тех же беспилотников, свои разрабатываются. Но мы все это уже видим и на поле боя, собственно говоря. Очень серьезная была работа проведена по авиации, по армейской авиации. И авиация сейчас играет огромную роль на фронте. Вот нужно было просто выиграть время, и ЧВК выполнил эту функцию. Конечно, Солидар, Бахмут, теперь Артемовск, и этакий вклад трудно в данном случае переоценить. Не хотели наносить удары, но этот феномен возник. И он приносил положительные результаты, а потом стал играть и политическую роль. И о том, что у Евгения Пригожина есть политические амбиции, стало понятно, как только он начал появляться в СМИ. Острая фаза конфликта пошла декабрь-январь, то есть декабрь 22-го, январь 23-го, когда он вступил в прямое столкновение с руководствами на Барон, и тогда, мне кажется, это многие недооценили. А тут еще какой фактор, что Евгения Пригожина, ну, в данном случае не Пригожине дело, а вот в этом возникшем феномене оказалось, что не только частная армия своя есть. Ну, как частная? Частная армия, на которую деньги давала российская государство, давайте прямо скажем. Ну, да. Но и экономическая база, в том числе поставки продовольствия вооруженным силам, свой бизнес в Африке оказала своя информационная империя, медиа-империя огромная на самом деле, и целые политические ресурсы, и много-много-много чего еще. Его фамилия стала фигурировать в рейтингах популярности среди российских политиков, то есть вот это все в совокупности создало такой феномен. Ну, а если он возникает, то, конечно же, будут амбиции, конечно же, будут определенные политические претензии, это было неизбежно. Вот система не отреагировала на это в должной мере своевременно, не купировали эту проблему. С другой стороны, то, что удалось подавить мятеж, ну, примерно в течение суток, вот активная фаза, это говорит об устойчивости системы, модели Путина, скажем так. Потому что, если мятеж длится, неважно в каком виде, больше суток, он имеет крайне негативные результаты, независимо от того, как он будет дальше развиваться. Там можно было же заморозить, переговоры, растянуться кишкой вдоль трассы Дон, и все это было бы ужасно. Тогда были бы последствия крайне тяжелые. Но система устояла, на самом деле, система показала свою прочность. Более того, мы увидели очень серьезный белорусский фактор на российском политическом поле. Тут наши противники говорят, что Беларусь там не обладает суверенитетом, еще чем-то. Но вот посмотрите, посмотрите на то, что происходит. То есть, Александр Лукашенко это мощная политическая фигура, значение которой, по-белорусски кажется, далекосягает, замеже Беларуси. То есть, превосходит границы Беларуси. Это важный фактор. То, что устоял фронт, принципиально. То есть, никто не посыпался, и более того, все попытки украинцев нарастить ударные удары в этот период. Они полностью провалились там с заявлением Минобороны и Украины о том, что за это время им удалось там, как они говорят, освободить 13 квадратных километров. Ну, это просто смешно. 13 квадратных километров очередных. Вот растяните фронт, очередные серые зоны, посчитайте, вам будет 13. Там даже, наверное, больше. там больше, наверное, будет гораздо больше. Поэтому, это просто попытка сохранить лицо. Ну, и заявление замминистра Анны Маляр о том, что вот они сейчас как раз и начнут контрнаступление, но вот уже больше суток прошло, и где, и что. Конечно, показал свое лицо Запад. Стали видны угрозы о том, что действительно в случае любой дестабилизации в России они пойдут на интервенцию. И именно для этого создаются сейчас ударные группировки. Все это консультации, Семерка, Байден, Дуда. Это все как раз таки подготовительный политический этап для возможной интервенции. Ну, и белорусские беглые силы показали. Весь их план реагирования в случае чего мы увидели воочию, то есть это создание какого-то ситуативного центра, это попытка психологического воздействия на наших военнослужащих, на государственных чиновников, это задействование при поддержке сил специальных операций Польши и Украины. Вот этих небольших относительно кубок типа полка Клиновского для отражения на территории Белоруссии. Мы это все увидели. Наша система тоже отработала от совещания у президента двух, заявление Совета безопасности принципиально, ведь это такой документ официальный, где подчеркивается то, что Беларусь разделяет цели специальной военной операции. И российская государственность сильно это в интересах Беларуси. Это очень важное заявление. Наши генералы, те, которые были задействованы, в частности, внутренние войска, проявляли полную уверенность и решимость, даже такой боевой азарт, я бы сказал, в том, что они готовы дать отпор. Противник это тоже увидел, что никто в системе нашей не посыпался, даже близко этого не было. Я думаю, что там на Западе сейчас царит уныние. Мы видим заявления, которые прошли после растерянности вечера 24-го числа. Сейчас пошли такие уже заявления, что, дескать, а нет, там все равно Россия слабла, Путин уже не тот. Это очень-то ожидаемо. Те, кто будут читать видеть, должны понимать, что это попытка сохранить лицо после провальной той эйфории утра 24-го числа, потом фиаско, которое потерпели наши общие противники. Сейчас они пытаются хоть что-то из этой ситуации урвать. Ну, а дальше очень многое зависит от того, какие выводы сделает российская правительство из-за этой ситуации. Можно увидеть определенные положительные шаги или такие наметки. То, что стали еще накануне мятежа, это был один из поводов непосредственного начала, но не причинный повод. Это то, что стали заключать контракты ЧВКшники с Министерством Барула. Под гарантией того же генерала Алексеева и так далее. Вот это очень положительный момент, потому что, если мы возьмем опыт и гражданской войны, скажем, ну и другой опыт, все должно быть выстроено в одну линейку. Вот Красная Армия в 18-м году начинала как такая партизанщина, в худшем смысле этого слова. Это термин из той поры, кстати говоря, когда там были разные подразделения, кто там Махно подчинялся Григорьеву, Антону Овсеенко, Сорокину, Урала своя армия была, там своя, потом уже к 22-му году это 5,5-миллионная четко выстроена армия, боеготовая, прошедшая большую дорогу и с победами. А вот белогвардейцы так и не сумели создать такую систему, поэтому проиграли. Так что сейчас все нужно выстраивать в единую систему вооруженных сил Российской Федерации, делать выводы, в том числе анализируя не только военную составляющую, но и политическую, идеологическую, ведь были заявлены определенные требования Пригожина, марш справедливости, как бы бунт против эстеблишмента, вся та пропагандистская кампания, которая выстраивалась накануне, вот все это нужно анализировать, видеть, встречает это или не встречает в той или иной степени поддержку в российском обществе и купировать эти негативные моменты, ну, по крайней мере оперативно, то, что касается обеспечения боеспособности, а в дальней перспективе для укрепления в целом российской государственности. Ну, слава богу, что вот эти вот уроки получается, ну, будем надеяться, что получается извлекать без крови, что редко, собственно, бывало в российской истории. Александр Лукашенко, вот в своем имидже, на ваш взгляд, что укрепил, а что, может быть, открыл новое вот после этой ситуации? Ну, я бы сказал, что укрепил, конечно же, в России, тут просто авторитет президента потрясающий. Знаете, было такое напряжение, как раз летел в самолете в этот момент по Москву, когда вот это все начинало развиваться, такое было, ну, напряжение везде, усиление, а потом, когда разрешилось, разрешилось благодаря президенту, я могу сказать, мне вот кто первый позвонил, тот же Владимир Рудольфович Соловьев, первое, что он сказал, говорит, я еще не все знал, не все подробности, он мне говорит, ну, что, президенту надо Беларуси дать звание Героя России, как минимум. Ну, я вот много где читал в комментариях тоже, ну, не простых пользователей, скажем так, интернета, что с самого утра уже писали, ну, к обеду, мол, если все, что пишут и говорят, ну, тогда еще было так, не очень понятно про Лукашенко, правда, то памятник при жизни где-нибудь на Красной площади однозначно. Этим же дальше, знаете, вот такой вот дух общего высказывания. И люди, и политический организм в широком смысле так расслабляет, идут шутки, юмор, это, кстати, здоровая реакция, и когда говорили, что рядом с Мининым и Пожарским надо поставить парню Лукашенко, ну, и там более-таки уже более фривольные шутки пошли, это все понятно, мы относимся к этому тоже с долей юмора, но враги наши, они как были, тоже таки остались, они попытались там и в 20-й год вспомнить там всю эту историю с Вагмирами, но это, но я увидел, знаете, реакцию российского общества на вот эти вот попытки пренебрежения к тем, кто вот, извините за такой термин, используя, бякает откуда-то, значит, люди просто уже маргинализировались, те, кто не понимают роль Александра Лукашенко, роль Беларуси в современной российской политике, вообще, вот на большом постсоветском пространстве, уже, наверное, евразийском, ну, это маргиналы, это маргиналы, либо есть какие-то интересы, а тут уже вопрос, чьи это интересы, кто за этим ставит. Конечно, авторитет большой, но и ведь, давайте прямо скажем, характер нашего президента, он не склонен к тому, чтобы впадать в эйфорию, бить себя в грудь кулаком, вспомните вот его реакцию на Минские соглашения, когда-то западники все превозносили роль Александра Лукашенко, надеясь, ну, наверное, как-то вот польстить, он говорил, не надо, не надо, я тут просто вот бутерброды подносил, это очень важно. И в данном случае, я думаю, президент предпочел бы, чтобы этой ситуации не было в принципе, чем вот играть такую роль. Ну, любой здравомыслящий человек этого бы хотел, это безусловно. Это то, что случилось, это, так сказать, в целом не в плюс. Но в очередной раз Россия увидела, что Александр Лукашенко это человек, которому можно доверять, нужно доверять. И у него слова не расходятся с делами, и поэтому, кстати говоря, поэтому крайне непростой человек, с крайне сложной биографией, с очень таким сознанием специфическим, да, посмотрите его, путь, который он прошел, Евгений Пригожин поверил именно Лукашенко. Потому что он знал, что вот этому человеку можно и нужно доверять. И я думаю, ведь это не только для укрепления российской государственности, но и для белорусской. Россияне увидели, что сильная, союзная Беларусь, суверенная, во главе с таким сильным президентом, это не какой-то там, вот как некоторые турбопатриоты российские заявляют, ой, ну какая там Беларусь, и зачем там. Это не какая там слабость России или еще что-то, наоборот, это сила России. И через это приходит понимание, вот я вижу, как этот процесс идет, может быть медленно, медленнее, чем нам хотелось бы, понимание России и своего лидерства на постсоветском пространстве. То есть это лидерство не в том плане, чтобы вот всех под одну гребенку выстроить, а нужно ценить сильно на союзников. Ведь если у тебя сильный союзник, то и ты уважаемый сильный человек, ну посмотрите, что толку от того, что у американцев вот эти вот безвольные вассалы сидят, сателлиты там, Шольц, Макрон, ну никакого же толку нет, все понимают, что это за фигура. А вот когда у тебя сильный союзник, когда союзник, который умеет заставить себя уважать, но не предаст, будет стоять с тобой рядом, вот и ты тогда силен. Ну давайте вот просто перенесем на человеческие отношения, ведь мы гордимся друзьями, добившимися успеха, правильно, и только какие-то слабые люди пытаются, значит, всех подмять. А вот когда у тебя друг, который добился успеха, которым ты гордишься, который ты гордишься дружбой с ним, с ним, вот это особая черта человеческих отношений. То же самое и между государствами, и вот в очередной раз это было доказано. Спасибо большое, Вадим. Будем надеяться, что действительно из этой истории, которая еще до конца не закончилась, на мой взгляд, но кульминация, кульминация уже произошла, будут сделаны правильные выводы со всех сторон, со всех сторон, это очень важно. И ну не то, чтобы не повторить, тут даже нет, не с КПН, а чтобы все-таки понимать, как дальше развивать. И в том числе и союзное государство. Возможно, где-то уже на не то, чтобы новых базовых условиях, но с какой-то корректировочкой в правильную сторону. Спасибо большое за этот разговор, за ваше рассуждение. Редактор субтитров А.Семкин